Фарензика Вот это да! Манагер? А откуда такая роскошь у управляющего моего некогда процветающего ресторана «Японское чудо»? Уже более полугода я не выплачиваю ему премию. Более того, я был вынужден урезать оклады всем сотрудникам. Я работаю с одними поставщиками много лет, но все больше клиентов жалуются, что суши стали не те, а крабовый суп напоминает жидкий салат из крабовых палочек. В интернете тоже полно рекламации. Надо разобраться и вызвать фарензику. В ресторане «Японское чудо» происходит что-то не то. Клиенты недовольны качеством, и мы их теряем. Однако записи с видеокамер не зафиксировали ничего подозрительного. Мы со Складикой считаем, что основная проблема в ресторанном бизнесе – это формирование неучтенных излишков продуктов и их последующая реализация через различные мошеннические схемы. Видеокамеры фиксируют только случаи явного воровства. Основные махинации могут быть выявлены только через специализированные аналитические тесты и анализ прав доступа в вашу учетную систему. Мы выявили, что начиная с 15 января в калькуляционных картах блюд с добавлением икры лосося норма использования этого ингредиента стала выше на 27%. А в технологических картах других 17 блюд появился новый продукт – копченый уголь. Как раз с начала года на смену предыдущему управляющему ресторана «Японское чудо» пришел Манагер. Интересно, связана ли как-то магия с картами с его приходом? Наш бухгалтер-калькулятор «Финик» формирует план закупок на основании фактических продаж за предыдущий период. Также в плане закупок учитываются нормы ингредиентов в калькуляционных картах блюд. Эти карты заводятся в систему только «Фиником». Все продажи в зале строго учитываются в автоматизированной системе. Через видеокамеры мы отслеживаем, чтобы каждому столику был выдан фискальный чек. Вы хотите сказать, что Манагер манипулировал с калькуляционными и технологическими картами, чтобы закупать продукты в большем объеме? А как он выносил излишки продуктов? Икру, копченый уголь и прочее? У нас повсюду камеры! Большинство клиентов не обращают внимания на то, какой чек принес официант. Не дождавшись фискального чека, многие уходят, расплатившись наличными по причеку. После этого официант удаляет из причека блюда, приготовленные из избыточно закупленных ингредиентов. Кроме того, благодаря форензик-аналитике мы смогли выявить проблему, которую видеокамеры никак не могут зафиксировать. Я имею в виду пересортицу, то есть скрытую замену дорогих продуктов более дешевыми. В частности, крабовое мясо в ресторане заменялось дешевым крабовым миксом, что и приводило к жалобам ваших постоянных клиентов. Форензика. Цикл комиксов. Расследования финансовых преступлений и корпоративного мошенничества от компании Эксперт Разведка.